Инвалидность – это еще не конец жизни и не повод прекратить радоваться каждому дню. Особенно в день открытых сердец, которые посвятили людям с ограниченными возможностями. Есть проблемы, много проблем. Но эти проблемы решаются, когда мы все вместе. Дмитрий Лисов – пример для многих. Врожденный недуг не остановил его от того, чтобы сделать заветную мечту реальностью. Стать не только профессиональным спортсменом, но и олимпийским чемпионом. Даже если ты получил какие-то травмы или какой-то недуг по болезни, это все мелочи жизни. Это не должно всех нас останавливать. Это наоборот должен быть стимул в чем-то еще быть более активным, более открытым. И эта открытость заметно проявляется в творчестве. На проходившей выставке были представлены работы, которая выполнена настолько мастерски, что и не скажешь, будто бы их сделали люди с ограниченными возможностями. Как ни странно, но солнечность и позитив – вот характерные черты экспонатов. Эти работы радостные. У них есть радость жизни. У нас есть радость действительно посмотреть на внутренний мир этих людей. Мы очень нужны друг другу. На торжественной церемонии все те, кто так или иначе участвовал в помощи инвалидам, были награждены благодарственными грамотами, так как благополучие людей с ограниченными возможностями небезразлично нашему обществу. Ежегодно в рамках программы «Доступная среда» создаются новые направления с целью обеспечить людям с недугом комфортные условия для жизни. Удобные съезды для колясочников, в том числе работаем на безбарьерной средой при переходах через дорогу. Все это требует не только времени, но и достаточно существенных капиталовложений. Но я абсолютно уверен, что общими усилиями мы это преодолеем. Также на будущее запланировано строительство специального спортивного центра для людей с ограниченными возможностями. Но не стоит делить людей на инвалидов и здоровых. Все мы – одно общество. Главное – верить в себя и помогать ближнему. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.